Я Алексей Ницца и сегодня расскажу о том, где и как скачать открытые данные, которые можно в дальнейшем использовать в своих целях. Открытые данные – это концепция, отражающая идею о том, что определенные данные должны быть свободно доступны для использования без ограничения авторского права, патентов и других механизмов контроля. Освободить данные от ограничения авторского права можно с помощью свободных лицензий, таких как лицензии Creative Commons. Открытые данные часто ассоциируются с нетекстовыми материалами, такими как карты, геномы, химические компоненты, математические и научные формулы, медицинские данные, данные о биологическом разнообразии. Проблемы чаще всего возникают по той причине, что эти данные могут быть коммерчески ценными или могут быть собраны в некие ценные продукты. Теплица социальных технологий много пишет об открытых данных и их использовании, и мы делаем не несколько подборок ресурсов. Все ссылки, которые я показываю в этом видеоуроке, есть в описании под этим видео. В первой подборке представлено 16 официальных порталов, где можно найти открытые данные. Во второй подборке – список российских государственных порталов открытых данных, которые делала Ирина Радченко для проекта «Журналистика данных». Эта подборка включает ссылки на порталы открытых данных разных регионов России. Теперь перейдем к конкретным ресурсам и посмотрим некоторые из них. Первый – это хаб открытых данных – каталог и хранилища открытых данных для всех русскоязычных пользователей. Хаб создан и поддерживается проектом «Информационная культура». Здесь представлены пакеты данных, разбитые на группы, и все эти данные можно использовать в своих проектах. Например, можно скачать данные по ЕГЭ и ГИА. Следующий ресурс – это портал открытых данных правительства Москвы. Здесь все данные также разделены на типы. Посмотрим, например, социальную среду и скачаем данные по пансионатам для ветеранов. Перед скачиванием можно посмотреть описание данных, паспорт, то есть источник данных, а также выбрать формат данных. И еще один ресурс, который я хочу показать – это открытые данные России. Считается самым большим порталом с открытыми данными. Перейдя в раздел набора данных, их можно отсортировать по типу файлов, а также по категориям. Например, посмотрим рейтинг должников арендной платы. Здесь есть общая информация, условия использования данных, паспорт данных и версии наборов. Также можно выбрать вариант формата скачиваемого файла. Таким образом, существует множество открытых данных, использование которых в своих проектах не просто правомерно, но и рекомендуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова